МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Еще одним больше. В Чебоксарах открыли очередной детский сад. Детские деньги. В Маргаушском районе вручали сертификаты на республиканский материнский капитал. Новый финансовый год. В республике приняли бюджет на предстоящее трехлетие. Сегодня в Чебоксарах еще одним детским садом стало больше. Событие, надо сказать, неординарное для современных условий. Открылся он в старом здании. В 2012 году из-за банкротства одного из предприятий детский сад ликвидировали, а здание перевели на баланс столицы. Полгода назад за восстановление взялась строительная компания. Сейчас этот сад работает как пример частно-государственного партнерства, когда бизнес и власть объединяются для решения важных задач. Какие условия созданы в новом дошкольном учреждении, смотрите в нашем репортаже. 236 детишек теперь могут посещать детский сад, а их мамы – выйти на работу. Многие ждали этого дня с момента рождения детей. Сына Анастасии два с половиной года. Сегодня он в первый раз пришел в садик. Садик оказался очень красивым. Столько всего интересного. Очень яркий садик. И думаю, что всем детям здесь будет очень интересно. В этом детском саду будут функционировать 7 муниципальных и 4 группы, которые переданы в аренду частной компании. Эта организация провела капитальный ремонт всех своих помещений. В городской администрации уверены, что такой опыт будет успешен. Сейчас частная компания ведет занятия в 24 детских садах. А если интересы бизнеса и интересы государства совпадают, и при том это во благо нашим детям, здесь проблемы нет. Вы знаете, связи с новым законом. Мы финансируем фонд оплата труда. Соответственно, бизнес получает гарантированность бюджета муниципалитета города, и в том числе из республики, гарантированную сумму. Всего на ремонт и оснащение детского сада было потрачено 56,5 миллионов рублей. Здесь для деток есть все необходимое. И спортивные залы, и развивающие игрушки, и кабинет врача, и современная кухня. Мне нравится садик, и очень хорошо кормят. С семьями, у кого двое детей, у кого малоимущие семьи, с ними уже начали тоже работать, им предоставляют детские сады. Планируется, вот я сейчас буквально недавно в очередь убедился, что юго-западный микрорайон на новый детский сад уже формируется. Микрорайон Гладкового у нас, северо-западный микрорайон. Новые детские сады позволят ликвидировать очередь среди детей с трех лет. А к первому сентября 2015 года полностью обеспечить детей Чебоксары местами в дошкольных учреждениях. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Отменят или не отменят, вот в чем вопрос. Речь о материнском капитале. До окончания нынешней программы выплат осталось чуть более двух лет. Продлевать ли ее после 2016 года правительство еще не решило. Но пока программу действуют, семьи продолжают получать деньги за рождение второго или последующих детей. Кстати, поддержка многодетным родителям идет не только из федерального бюджета. Накануне в Маргаушском районе вручали сертификаты на республиканский материнский капитал. Сегодня в России тем, кто дарит жизнь второму или последующему ребенку, положено выплата чуть более 400 тысяч рублей. Еще 100 тысяч доплачивает регион. В Чувашии материнский капитал уже получили 48 тысяч семей. В Маргаушском районе таких пока около полутора тысяч. И сегодня в их полку прибыло. Экономиста, мать двоих детей. Сорокину, Ангелину, Аркадьевну, мать троих детей. Как показывает статистика, в Маргаушском районе чаще всего деньги семьи тратят на улучшение жилищных условий. Это выплата кредитов, реконструкция домов, покупка квартир. Мама троих сыновей Надежда тоже планирует вложить в недвижимость. После рождения третьего ребенка нам дали сертификат 408 тысяч. Сейчас сегодня дали 100 тысяч сертификат. Мы потом детям хотим купить в Чебоксарх квартиру. На втором по популярности месте образование детей. Такой вид вложения средств выбрали более 40 семей. Еще трым семьям сертификат пригодился на содержание детей в детских садах. Ольга Пырочкина, Оксана Александрова, Александр Петров, Республика. Жилищную проблему специалисты называют самой острой в России. Новое жилье нередко бывает не по карману даже трудоспособным россиянам. Не говоря уже о ветеранах войны и инвалидах. Чтобы защитить эти категории граждан в России работают специальные программы. Как они действуют в Чувашии, сегодня увидела наша съемочная группа. Они вместе уже 63 года. Дом, в котором семья Капитоновых жила до недавнего времени, немногим моложе их брака. Его построили еще в 1962-м. Однако пару лет назад ветерану Великой Отечественной, который прошел всю войну и дошел до Польши, государство помогло перебраться в другое жилье. Теперь супруги живут в благоустроенной двухкомнатной квартире в селе Маргауши. В общей сложности за 2013 год в Маргаушском районе средства на улучшение жилищных условий получили 17 ветеранов Великой Отечественной. Однако на данный момент еще 11 ветеранов и вдов живут в непригодных условиях и стоят в очереди на их улучшение. Но Татьяна Васильева, конечно, не ветеран. Женщина с детства является инвалидом. Вместе с несовершеннолетним ребенком-инвалидом и пожилой матерью они жили в одной комнате. Семья смогла получить жилье в соответствии с федеральным законом о социальной защите инвалидов. В новой квартире Татьяна смогла разместить даже спортивный уголок. Квадратные метры позволили. Сейчас в Маргаушском районе такого же счастливого новоселья ждут еще 10 инвалидов. И это только те, кто встал на учет до 1 января 2005 года. Сегодня депутаты Госсовета Чувашии вновь рассмотрели главный финансовый документ. Бюджет республики на 2014 и плановый период до 2016 года. После первого чтения документ был отправлен на доработку. А сегодня депутаты обсудили законопроект уже с учетом поправок. Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят свыше 32 миллиардов 400 миллионов рублей. Они будут меньше, чем в этом. Сказывается сложная ситуация в экономике. Сжимаются и расходы. Но по-прежнему львиная доля трат предусмотрена на социокультурную сферу. Бюджет снова у нас социальный. Главное здравоохранение и образование, если в целом взять, более 50%. Незабытый и строительство. Ясное дело, есть много. Во всех отраслях есть нерешенные вопросы. Прежде всего, мне представляется, мы должны сделать упор на инвестиционную привлекательность. И хочется отметить, что не забыта инвестиционная политика в области здравоохранения. А конкретно это строительство хирургического корпуса, онкологического диспансера, который крайне необходим, конечно, для нашей республики. Это те федерско-акушевские пункты, которые открываются на селе. И первые пункты были открыты в этом году новые. Я думаю, что население уже конкретно почувствовало разницу той материально-технической базы, которая есть в современных ФАПах. И, безусловно, оценило приоритеты этой политики. Ну и, конечно же, в планах строительства многофункциональной поликлиники в городе, в центральной части, которую мы тоже неоднократно обсуждали. Крайне нужный проект для жителей города. Поэтому призываю вас, уважаемые коллеги, поддержать бюджет в том варианте, который есть. Деньги на развитие сельского хозяйства также заложены в бюджете, но меньше, чем в этом году. Однако агрария все-таки рассчитывает на большее. Нося изменения по полугодию и по итогам 9 месяцев, увеличили бюджет до чуть больше даже 800 миллионов рублей. Конечно, кроме этого, в этом бюджете нет средств федерального бюджета, которые будут распределяться в январе-феврале будущего года. И надеемся, что, проведя мы определенную работу, получим дополнительные средства не меньше, чем в этом году на развитие сельскохозяйства. Со стороны России помощь сельскому хозяйству должна быть увеличена. Мы по этому вопросу в Государственной Думе не раз поднимали вопрос, и хотим выйти в Государственную Думу с предложением, чтобы эта помощь была увеличена. Это по сравнению с соседними некоторыми государствами. Казахстан, например, Украина, Белоруссия. Там намного больше выделяется. Законопроект вызвал критику оппозицию. Против выступили справедливоросы и коммунисты. Да, бюджет социально направленный, если смотреть по количеству, по доле расходов на социальные нужды. Но является ли этот критерий показателем того, что хороший бюджет или нехороший? Нет, конечно. Давайте говорить и смотреть правде в глаза. Никаких прорывных проектов, никаких прорывных решений в социальной сфере мы не предлагаем. К сожалению. Вина республики или вина федерального центра – другой вопрос. Прохождение законопроекта в госсовете обеспечили единороссы. Большинством голосов главный финансовый документ на 2014, 2015 и 2016 годы был принят. Ольга Григорьев, Олесия Русакова, Андрей Шоклев, Республика. В Нижнем Новгороде прошла четвертая встреча полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с журналистами регионов Поволжья. Пообщаться с полпредом приехали 50 редакторов масс-медиа из 14 регионов ПФО. Из Чувашии на встречу с Михаилом Бабичем отправилась представительная делегация журналистов. О чем шел разговор, по телефону нам рассказал главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. Михаил Викторович провел очередную пресс-конференцию с руководителем средств массовой информации Приволжского федерального округа. Как ни странно, вопросы в основном касались транспорта, путей сообщения. Естественно, одним из первых был вопрос – это авиаперепостки, региональная программа которых курирует и поддерживает уже несколько лет Михаил Викторович. Затем были также вопросы высокоскоростной магистрали, затем межнациональные конфликты, которые имели место быть в 2013 году. И многие журналисты поблагодарили за активное участие Михаила Викторовича в решении этих вопросов. Затем редактора обратились к Михаилу Викторовичу с вопросом поддержать их, в основном это печатники, поддержать их в спорах с почтовиками. Проблема во всех регионах, она, как выяснилось, одинаковая. На мой взгляд, Михаил Викторович, он очень подготовился к пресс-конференции, вопросы не были запланированы. По тем вопросам, которые он не знал, например, он не знал по почте, что такая ситуация есть, он попросил время, но обязательно разобраться и уже принять какие-то решения. По всем остальным вопросам он показал себя как человек, владеющий ситуацией и отвечал очень коротко, конструктивно и как же отрицает полпредом. Если интересно, то было 9 камер и более 40 человек, это напоминало круглый стол и даже поочередность регулировали сами журналисты. То есть была полная, скажем так, свобода действий. В Чебоксарах проведут профилактическое мероприятие скорости. Экипажи ГИБДД, вооруженные специальными техническими средствами, будут дежурить в местах частого нарушения водителями скоростного режима. Для проведения рейда предполагается задействовать сотрудников и других подразделений, а также внештатных полицейских. В ходе операции будет обследоваться и состояние дорог. Если его признают неудовлетворительным, к балансодержателям травм будут приниматься меры административного воздействия. Однако главной причиной аварии по-прежнему остается нарушение скоростного режима. Только в столице за 10 месяцев зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 96 травмировано. Стаблюдать скоростной режим и быть осторожным на дороге необходимо всегда. Гидрометеослужбы России информируют, что в ночь на 27-е ожидаются дождь и мокрый снег, местами гололед и метель. К другим темам. Зима еще только начинается, а в Заволжье на озере Астраханка провалился под лед 54-летний мужчина. К моменту прибытия спасателей он уже погиб. В следственном управлении СКР по Чуваши сообщили, что мужчина решил проверить, насколько крепок первый лед. По предварительным данным 24 ноября текущего года днем мужчина вместе со своей женой на машине отправились на пикник на берег озера Астраханки в Чебоксарское Заволжье. Приехав на место, Чебоксарец, чьим хобби была рыбалка, решил проверить, достаточно ли была крепка ледяная корка, образовавшаяся на поверхности воды, и пошел по льду. Дойдя примерно до середины водоема, он провалился под лед и утонул. Оставшаяся на берегу супруга вызвала спасателей, которые извлекли тело ее мужа, уже не подававшего признаки жизни из воды на берег. В настоящее время выясняется все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, мужчина скончался от утопления в воде. Тем не менее, в целях экспертного восстановления причины смерти погибшего назначено судебно-медицинское исследование его тела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сегодня на историко-географическом факультете ЧГУ открылся музей истории Великой Отечественной войны. Идею создания музея сотрудники и студенты факультета вынашивали более 10 лет. И, наконец, все получилось. Экспозицию собирали своими руками. Благодаря поисковым отрядам за последние 10 лет были найдены более 280 погибших бойцов. 11 солдат удалось опознать. У двоих найти родственников, которые смогли приехать, перезахоронить их и воздать должные почести. Цель наших ребят-поисковиков, у нас есть поисковый отряд, который занимается как раз профессионально этой деятельностью, поиском павших бойцов и, конечно же, их захоронением. Это благородное дело необходимо для того, чтобы реализовать вот те самые знаменитые, кричащие слова Александра Васильевича Суворова, что война не закончилась до того момента, как не будет похоронен последний солдат. В музее представлено 243 экспонаты, найденные поисковыми отрядами студентов ЧГУ в местах боевых действий Великой Отечественной войны в разных регионах страны. Бывает, что и один маленький предмет может стать мостом между прошлым и настоящим. В августе 2013 года в Бельском районе Тверской области нижегородскими поисковиками вместе с останками бойца был найден мундштук, который был подписан, на нем была фамилия Гадалаев. И по архивным данным, по объединенной базе данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, было установлено имя Газим Магомед Гадалаев. Это разведчик, рядовой из Дагестана. И в октябре этого года его останки были перевезены на родину, в его родное село. Снят был большой сюжет и показан по телеканалу «Звезда». А также на прошлой неделе он прошел сюжет по программе «Жди меня». Это результат и самое замечательное завершение поисковых экспедиций, когда солдаты возвращаются на свою родину. Для будущих историков участие в раскопках – еще и возможность пополнить источниковую базу своего предмета. По найденным вещам можно судить о том, как была вооружена советская армия, как солдаты пытались организовать свой быт. Наконец, насколько далеко продвинулась в те годы оборонная промышленность. Вот, например, железный нагрудник для штурмовых отрядов, выкопанный в этом году в Смоленской области, специалисты считают находкой уникальной. В общей сложности было найдено более 200 предметов. Это и снаряжение, и личные вещи солдат обеих армий. Хочется верить, что и в дальнейшем музей будет пополняться новыми артефактами, когда-то затерянными во времени. И связь с прошлыми поколениями будет непрерывной. Пожары 2010 года в Заволжье уничтожили 10,5 тысяч гектаров леса. Пагубное влияние стихийного бедствия на экологию района и активная жизненная позиция местных жителей послужили фундаментом нового проекта – детского экологического форума «Цветущее Чувашие», который прошел в Заволжье. Он был представлен в рамках года экологии. Кроме того, в 2013 году проект стал обладателем гранта главы «Чувашие» в области культуры. В экологическом форуме приняли участие школьники старших классов. Им необходимо было разработать и подготовить к защите исследовательский проект и творческое выступление на экологическую тему. Хореографические и вокальные композиции о родной земле, видеоролики о лесных пожарах 2010 года, представленные на форуме, показали школьникам, как бережно нужно относиться к природе. В рамках проекта участники сажали деревья в местах пожаров, в аллее Чебоксарах по президентскому бульвару и в парке отдыха по улице Яна Ушика. Сегодня Всемирный день информации. Словари трактуют это понятие как сообщение о положении дел или состоянии чего-либо, сведения об окружающем мире и процессах. Впрочем, современный человек может добавить к уже сказанному, что информация – мощное пропагандистское средство и одновременно оружие массового поражения. Особенно острой эта проблема стала с появлением интернета. Сегодня любой пользователь может завести собственную страничку во всемирной паутине и писать все, что ему заблагорассудится. Однако назвать это информацией зачастую вообще нельзя. Мы искренне советуем вам утолять информационный голод посредством официальных и авторитетных информационных ресурсов. Без ложной скромности заметим. К телевидению это относится в первую очередь. Специфика нашей работы такова, что каждое слово имеет наглядное подтверждение. А, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поздравляем коллег с этим почти профессиональным праздником и желаем всем побольше информации, актуальной и достоверной. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин